МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я не могу себя проявить, не могу ничего сказать. Мало того, тебе еще не дают ничего сказать. То есть? Надо делать то, что тебе приказано. То есть не хотят прибавить к своим каким-то, к своим идеям. Не хотят прибавить. Просто я хотел бы уточнить, а когда вы работали, допустим, над классическими вашими вещами, которые стали уже классикой кинематографа, такой, Д'Артаньян Тремушкетера, вам разве не говорили, что от вас требуется вот то-то, то-то и то-то? Говорили, что требуется то-то, то-то и то-то, и при этом давали свободу, в которой я мог самовыразиться. Тогда это поэтому и получилось, и поэтому вы вспоминаете. А сегодня вспомнить-то почти ничего. Я кино тоже написал достаточно много за последние годы. Ну где оно все? Ну а примеры какие? Что за последние годы? Ну какие-то фильмы, ну я даже не хочу называть их. Понимаете, они недостойны. Не хотите пиарить? Кстати, одну работку неплохую я сделал вместе с моим другом Димой Харатьяном, между прочим, где он был продюсером и сыграл главную роль. Боцман Чайка такой. Он, кстати, прошел, неплохо прошел на телевизионном экране. Знаете, я с Харатьяном беседовал, он очень вам признателен за то, что вы ему дали спеть своим голосом, потому что до этого использовали только его какую-то мужскую фактуру, а заставляли просто открывать... С тех пор и поет. С тех пор и поет, да, ему путевку жизни. Я всегда, всегда нахожу способ пригласить Диму Харатьяна в какую-то свою работу, а он меня в свою. Это очень важная какая-то вещь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.